Есть связок между вирусной инфекцией и с вложиванием воздуха. Послушаем лекаря Комаровского. Маринчик, хип, для найдорожшего в жизни. Несколько какао напий и готовый снеданок надают силу для развития с самого раннего. Найкраще для сбалансированного харчевания. Здравствуйте, дедатор! Здравствуйте, читаю вопрос. Дедатор полтора года заболел. Насморк, кашель, температура. У нас постоянно работает увлажнитель воздуха. Свекровь утверждает, что ребёнок заболел из-за увлажнителя. И нужно прекратить его использование. Так ли это? Вот это интересно. Итак, казалось бы, наша тема не совсем обычная. Увлажнитель как причина остро-респираторной вирусной инфекции. Ответ таков. Остро-респираторная вирусная инфекция потому так и называется, что её причиной являются вирусы. То есть какая есть связь между тем, что ребёнку в дыхательные пути попал вирус и работающим увлажнителем, я, собственно говоря, не понимаю. Да, да, да. Вот понятно, что у вашей бабушки нет реального опыта. Точно. И применение увлажнителей, опыта использования одноразовых подгузников, опыта использования баночного питания, опыта использования много чего, что появилось в 20-21 веке для того, чтобы облегчить вашу материнскую долю, чтобы уход за ребёнком был лёгким и приятным, чтобы родительство было не подвигом, а счастьем. Нет, никакой взаимосвязи между вероятностью ОРВИ и наличием увлажнителя не существует. Нет, хотя, пожалуй, существует, но только обратное. Дело в том, что вирусные частицы, а мы об этом уже неоднократно говорили, сохраняют свою активность часами в воздухе сухом, тёплом и неподвижном. И мгновенно, буквально в течение нескольких секунд теряют свою активность, способность вызывать болезнь тогда, когда в комнате воздух чистый, прохладный, влажный и движущийся. Этого я не знала. С этой точки зрения увлажнитель – это как раз способ поддержания местного иммунитета на должном уровне и способ профилактики острых респираторных вирусных инфекций. Постарайтесь всё это маме, вашей маме объяснить и ни в коем случае не отказываться от использования увлажнителей, тем не менее обращая внимание на тот факт, что мне лично, как доктору, по большому счёту, совершенно всё равно, работает у вас увлажнитель или нет. Мне, как доктору, всего лишь надо, чтобы в комнате, где находится ребёнок, была нормальная влажность воздуха. Надеюсь, вы уже сделали правильные выводы. Привет, бабушки. Всего доброго. До свидания, доктор.